всем привет меня зовут настя и вы находитесь на канале посвященном вязанию теплым вещам созданным своими руками сегодня среда я начинаю запись очередного вязального влога и давайте его начнем сразу с процессов и почти готовой работы вот так на данный момент выглядит подушка сегодня с утра я взяла себя в руки достала швейную машинку и почти доделала чехол подушка жаккардным крючком связала переднюю часть задняя часть это ткань похоже на байку было тоже когда-то наволочкой покупала специально для таких целей что мне осталось сделать мне осталось только пришить вот здесь вот кнопки чтобы она закрывалась на кнопки кнопки будут пришивные у меня есть аппарат который ставит кнопки но я пока не очень разобралась как им пользоваться и дабы не испортить изделие над которым я трудилась я решила что я пришью кнопки будут делать это сегодня вечером но вот так вот будет выглядеть подушка по моему очень здорово мне нравится кстати говоря если вдруг вы уже открыли схему и увидели то у автомобиля вот здесь вот на шинах есть еще один серый цвет я его не добавляла но мне кажется что и так неплохо выглядит очертания машины вполне узнаваемые вот такая вот без 5 минут готовая работа к сегодняшнему дню и как я и говорила видите по моему не очень сильно проступает вот эти вот протяжки которые внутри потому что подушка темная я довольна очень работы и с удовольствием это эта подушка украсит интерьер моего моей гостиной комнаты когда уже приблизится время праздников а я вас в последнем влоге спрашивала по поводу того что же за изделие плечевое мне начать вязать и очень разделились мнение кто-то писал настя вяжи платье настя вяжи жилет и я пока все-таки остановила свой выбор на джемпере из пряжи цвета кэму объясню почему дело в том что платье я пока не придумала каким буду вязать узором это раз жилет я тоже пока не продумала к какая будет у него вязкая и буду ли я вывязывать проймы не буду я вывязывать проймы может быть она будет он будет по кругу связан в общем я не определилась она это изделие у меня было куплено описание описание называется свитер рандеву я вам подпишу автора я его купила не так давно увидел свои вязальные подруги илоны которая шьет проектные сумки что она в инстаграме в stories рассказывал что в общем она так в двух словах но так умудрилась рассказать про про это описание что я побежала его покупать представляете илона ты просто мега маркетолог я на мне сработало моментально вставлю фотографии как он должен выглядеть пока ничего не могу сказать по поводу того понравилось оно мне или нет потому что изделие пока естественно не связано что давайте покажу на какой стадии сейчас процесс я вывязываю резинку и уже я попал в плотность я связал образец его постирал на маленький я вам его не буду пожалуй показывать набрала резинку вижу резинку что-то в описании она прям какая-то гигантская по высоте я ее такой вывязывать не буду я думаю что вот этого вполне достаточно для резинки снизу и как что-то там какая-то интересная размерная сетка я не могу сказать плохо это или хорошо но у меня были даже сомнения вязать ли мне xs размер или s как хотя я всегда вижу размер м обычного изделия но там свобода облегание предполагается довольно серьезно я надеюсь что вот это вот изделие будет такое же широкое как вот это потому что вот это прям идеально мне очень нравится кстати меня спрашивали чтобы я рассказала как я вязала это изделие это изделие с круговой кокеткой вязалось снизу вверх узор взят из книги арны карлоса и оттуда же вот эти вот такие крапушки значит что еще я могу про него сказать подробно я про него рассказывать пока не готова и убавки вписаны вот в эти вот ряды 1 1 тонны и вот и все и все вязалось по обычной схеме по пропорциям того как должны происходить убавки в круглой кокетке вот и все значит вот на такой стадии сейчас находится резинка две нити вижу медленно не тороплюсь потому что мохер у меня вот этот вот от мизони он немножко буклированные я думаю сейчас видно неоднородность нити и чтобы не зацепить спицами вот эти буклешь вот эти вот элементы букле надо внимательно вязать и довольно медленно в модели что интересного там интересные боковые боковой узор имеется такое вроде и базами но я купила описание потому что каждый раз когда я вижу что-то интересное я я хочу получить какие-то новые знания и расширить свой вязальный кругозор для меня это важно поэтому описание я довольно часто покупаю хотя и сама придумывать модели тоже люблю вот вижу на спицах три с половиной как получается в 2 нити 1 нить 500 сантиметров 2 тысячи пока все хорошо что будет дальше расскажу вам наверное уже завтра я на самом деле простыла и сижу дома у меня насморк ягода савлю но такая осень она такая осень за окном плюс где-то 20 а я вот немножко приболел но ничего страшного значит значит так должно быть я немножко больше могу повязать савлюзий 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет, друзья! Сегодня, по-моему, четверг. Я прошу меня простить за мой странный голос гнусавый, но я пока не выздоровела. Сижу дома и много разных новостей. Какие-то забыла рассказать. Некоторые ко мне пришли совсем недавно, буквально сегодня. Позавчера фотограф, с которой мы производили съемку у меня дома, прислала мне ссылку на альбом с фотографиями. И это просто невероятно. Во-первых, это был очень интересный опыт и для нее, и для меня. Ну и кадры получились просто очень классные. Я думаю, что я либо в течение всего видео, либо в конце, в самом конце видео, пущу слайд-шоу с фотографиями. Она мне это сделать разрешила. Посмотрите, как интересно выгляжу я, и выглядят кадры какие-то прицельные глазами фотографа. Мне кажется, это получилось очень-очень интересно. Я вам оставлю ссылку на фотографа. Вдруг вы приедете когда-то в Грузию и захотите сделать фотосессию, например, какую-нибудь в горах, то к Арине я вам рекомендую обратиться. Она снимает невероятные кадры на природе. Ну и дома у нас тоже неплохо получилось поработать. И это новость номер один. Новость номер два, которая меня лично очень порадовала. Мои любимые скандинавы Арна и Карлос наконец-то перевели их книжку про ёлочные грушки на русский язык издательства Манны Иванов и Фербер. Я буквально вчера увидела её в интернет-магазине. Вставлю вам фотографию книжки. Она уже переведена на огромное количество языков. Ну и наконец-то её перевели на русский. И я обязательно её куплю. Это будет таким вложением. И я думаю, что прекрасное дополнение будет в моей библиотеке. Постольку поскольку у меня уже есть одна их книга, которая совсем тоненькая, но я получила из неё массу полезной информации и пользовалась схемами жаккарда из неё в своих плечевых изделиях. Собственно, вчера я про одну из них вам чуть-чуть рассказывала. И это новость номер два. Новость номер три. Сегодня моя подписчица Наталья написала мне в Директ, что она хочет сделать мне небольшой подарок. И попросила прислать мою электронную почту. И прислала мне в подарок описание игрушки гнома крючком. Гном очень классного. Наталья, передаю вам огромное спасибо. Я с удовольствием его буду вязать после того, как закончила проект на спицах. И я думаю, что это был бы прекрасный подарок ещё одному дорогому мне человеку. Я думаю, что она этот подарок оценит. Так что я обязательно свяжу этого гнома. И он отправится в долгое путешествие. И после... Вот, такие вот были новости. Я думаю, что в этом влоге я вам буду что-то ещё рассказывать. Какие-то такие новости. Потому что, ну, процесс на спицах долгий будет. И особо рассказывать тут будет не о чем. Потому что, ну вот, я вяжу джемпер. Обычный джемпер. Базовый, без всяких премудростей. Пока я не очень поняла, нужно ли было покупать описание. Не могу сказать, скажу, когда уже дойду до каких-то ключевых моментов. Пока просто вяжу полотном. Здесь есть небольшой нюанс. Но я не знаю, насколько он будет виден сейчас в камеру. Вот тут вот есть такая дорожка, полоса. Боковая с обеих сторон. Ну, вывязывается просто даже я запомнила с первого раза. И пока с этим заданием справляюсь. Вот, столько провязала за день. Ну, просто у меня такое состояние здоровья, что это вообще сказочно, что я что-то еще сделала. И каюсь, я не доделала подушку. Решила, что могу послабления себе какие-то сделать. Ну, собственно, почему нет? Я не приделала пока кнопки. Но сделаю это в ближайшее время обязательно. Вот, так что вяжу. Ну, красиво получается. Такое довольно широкое изделие. Посмотрим, как оно сядет потом, когда будет переходить в реглан. Ну, и после стирки, конечно, полотно сильно преображается. Сейчас оно вот такое вот довольно дырявое. Но шетландская шерсть, я с ней уже когда-то работала. И я ей очень осталась довольна. Кстати говоря, вот лошадки на жаккардовом изделии из Твида вывязаны именно шетландской шерстью. Ну, вот одно из моих тоже таких любимых изделий. И я сегодня выгуливаю его дома. Такие вот дела. Пошла я дальше отпиваться чаем с медом и подобными полезными штуками. Потому что нос уже перестает дышать. Пора закругляться. Увидимся завтра. Продолжение следует... Всем привет! Сегодня уже пятница. И давайте посмотрим на мои небольшие, но все-таки достижения за вчерашнюю и половину сегодняшнего дня. Я решила продолжить вышивку, потому что начала по ней уже скучать. И настолько скучать, что я вчера уже начала посматривать в интернете разные картинки новогодние для того, чтобы вышивать берет, когда он ко мне приедет. И, кстати, металлизированные мулине я тоже заказала в Китае, потому что... Не знаю, смогу я его тут найти, какое оно будет качество. Что приедет, посмотрим. Но посматриваю в сторону каких-то детских, очень наивных рисунков. И виновата в этом моя подписчица Маша. Мы с Машей общались на одну тему, и под последним роликом она оставила комментарий, и оказалось, что у нее есть YouTube-канал, который немножко заброшен. Но я вчера пока сидела дома и вязала, посмотрела все ее видео, и почерпала в них очень много всяких приятных эмоций и вдохновения там поймала. Самое интересное, что вроде как человек об одном рассказывает, а у меня в голове совсем другие мысли, но тем не менее, вот она там показывала, как она вышивает маленькие сюжеты, которые ее дочка рисовала на сшитых вручную платьях для дочки. И, в общем, мне захотелось чего-то такого наивно-примитивного вышить на берете. Ну, я вам оставлю ссылочку на Машин канал. Возможно, у нее когда-нибудь появится возможность продолжить его снимать, потому что мне очень-очень понравилось, очень-очень приятно она рассказывает. Ну, и очень она творческая, шьет детскую одежду, потрясающе. Каждый раз говорит о том, что, ну, тут совершенно не о чем говорить, про многие свои изделия. Так вот, Маше, обывателю это все кажется фантастически сложным, хоть я и умею шить, но я шью не так профессионально. Вот, и еще, кстати говоря, она показывала, как она заштопывает старые вещи. Мне эта тема тоже очень близка, я вам не раз показывала, как я что-то переделываю, доделываю и так далее. И у меня есть одна очень-очень любимая юбка серая из тончайшего хлопка в несколько слоев. И дело в том, что она просто порвалась сбоку. Я, когда перебирала на днях гардероб, думала, что как же вот выбросить, у меня рука ее точно не поднимется. Отдать ее тоже рваную, но куда ее отдать? И тут, посмотрев на Машу, как она поставила заплатку, я нашла у себя в запасах ткань. Ночью мне приснилось, что на месте разреза должен быть крокодил. Я вырезала из ткани такие очертания детского крокодила, и вот теперь мне нужен клеевой флизелин, чтобы приделать это все и потом немножко вышить. Когда это все примет какой-то уже более-менее завершенный вид, я вам покажу, потому что это очень забавно. Мне кажется, что у юбки просто появится вторая жизнь после того, как на ней появится крокодил с вышивкой. Вот так что, Маша, огромное тебе спасибо за такой вдохновенческий толчок. И я сегодня утром решила, что я буду не вязать с утра, а повышиваю сумку. Сегодня я вот так вот вышила кружечку и вышила ножнички вот эти вот. По-моему, симпатично выходит. У меня нет маникюра, не обращаем на все это внимание. Осталось две пасмы, надпись и свитер. Ну, у меня очень малая работа на самом деле, но я буду потихонечку продвигаться и периодически возвращаться к этому процессу. Потому что джемпер, я могу сказать, по-моему, я не знаю, он как будто не двигается с места. Хотя вот если я, может быть, на монтаже, когда буду смотреть, будет видна какая-то разница. А то мне кажется, что я топчусь на одном месте просто. Сегодня я даже решила маркер повесить в начале работы, чтобы понять, сколько я в день вообще вяжу. Ну, не быстро, не знаю, прям совсем. Сейчас, на данный момент, отвязано примерно 40% длины туловища до подрезов. И вязать, не перевязать, как-то не очень идет процесс, очень скучно. Поэтому хочется вышивать, но точно не хочется начинать второй процесс. Ни на спицах, ни на крючке, не-не-не, ни в коем случае. Пряжа тоже как-то поутончалась, бобинка, не знаю. Вообще должно хватить, посмотрим. Если не хватит, не знаю прям, что делать. Буду как-то выходить из положения. Такие вот дела. Наболтал уже на 6 минут, не знаю о чем. Сейчас пойду опять пить чай. Пытаться как-то выкарабкаться из-за простуды. Но пока, пока конца и края этому что-то не видно. Но ничего. Я сейчас помыла голову и сразу же ее высушила, чтобы немножко как-то прийти в себя. Я надел юбочку, красивые колготки в горошек. И вот как-то цветовое сочетание очень понравилось. Сейчас я вам попробую даже, может быть, показаться немножко. Нет, конечно же, пересвет. У меня очень красивое получилось цветовое сочетание. Темно-синего, сливового и такого грязно-серо-бежевого. У меня юбка вязаная, покупная из магазина Промод, которую я купила миллион лет назад за 500 рублей на скидках. И я ее ношу дома. Мне очень-очень нравится. Такой домашний вид. Она совершенно не модная никакая, а вот именно такая, которая продает образу домашнему какую-то такую милую нотку. Не знаю, наверное, вот так вот. И надела брошку с ламой, которую я вам показывала в прошлом видео. Так что болеем красиво. И пошла пить чай. И потом, завтра уже вам покажу, как, насколько продуктивно прошел сегодняшний день. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всем привет! Сегодня уже воскресенье. Вчера я прогуляла день и не снимала никакие отрывки, потому что вчера я решила записать видео для рубрики вязания и стиль о вышивке на вязаных изделиях. Надеюсь, что вы уже его посмотрели к моменту того, как выйдет этот влог. Пока не очень хорошо себя чувствую, поэтому не перенапрягаюсь. Вязала не так много и еле-еле доползла до стадии подрезов и перехода к убавкам по регланным линиям. Вяжу я джемпер снизу вверх. Не самое мое любимое занятие на самом деле, но что поделать? Вот смотрите, сколько я много провязала. Тут вот, кстати, еще такая забава была. Мне вчера нужно было сделать фотографию для обложки для видео, и я решила, что нужно на чем-нибудь вышить, и так как под руками больше ничего, кроме процесса, не было, я вышла на нем цветочки и пока не сняла. Но вот смотрите, как здорово выглядят совершенно простые цветы на бежевом фоне, белые. Что рассказать? Даже не знаю, пока ничего интересного не происходит. Вот эта вот боковая часть, немножко видны ее очертания, мне кажется, здесь. Здесь полотно это по высоте 37 сантиметров, и петель здесь было очень много, поэтому еле-еле ползла. Я вам сейчас даже готова по отметке показать, как я продвигалась в вязании в течение каждого дня. Значит, вот отметка, по-моему, четверга. Отметка пятницы не так далеко. И вот за субботу, за субботу я вот столечко провязала. Это при том, что я, в принципе, за вязанием сидела, но отвлекалась на всякие дела. То есть я вообще очень-очень медленно вязала. И еще в какой-то день я немножко повышевала, по-моему, в пятницу вечером. И вот тут вот появились такие пасмы. И осталось мне теперь в работе, что сделать, вышить надпись вот эту вот, и приступить к вышивке джемпера. И все. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Привет, друзья! Сегодня уже понедельник, и новость дня. Вот такая вот. Вчера в 11.30 ночи я взяла и распустила всю недельную работу. Могу сказать сразу, что я не расстроена. Дима Торзок 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 И я прикинула, насколько мне нужно уменьшить ширину, и это оказалось примерно 25%. Немало, очень немало. Думала, какую же модель вязать, и вспомнила, что я подписана на один сервис в инстаграме, называется он Woolme. И это бесплатная программа для того, чтобы конструировать модель по вашим замерам, по вашим размерам и по образцу полотна. И я вчера зашла туда, там можно сделать расчеты на свой размер, нескольких вариантов джемперов. Там есть реглан, джемпер регланом или джемпер погоном, нет, не погоном, спущенным плечом. И я решила, что будет это, пожалуй, не реглан, а спущенное плечо. Ввела все свои параметры, ввела параметры образца, сколько сантиметров в высоту, сколько в ширину, сколько петель в сантиметре. И программа выдала мне расчеты, и с первоначальными расчетами я очень даже согласна. И решила, что я попробую вязать по этой инструкции, которая у меня получилась благодаря программе. Посмотрим, что выйдет. На данный момент я вот столько уже связала, на самом деле это уже много, потому что я немножко начинаю потихоньку приходить в себя, и результат за половину дня вот такой, это уже хорошо. Я отвязала резинку, начинаю вязать полотно. В полотне будут по бокам вставки платочной вязки, это было указано в инструкции, я решила, что да, почему бы и нет, пусть оно будет так. Я пока не всматривалась в то, как будет происходить формирование ката плеча, как будет, каков расчет спущенного плеча. Но там как-то все неплохо вроде бы написано, но мне сейчас по новой пилить полотно наверх, поэтому об этом даже думать рано. Но первоначальная ширина, с этой шириной я согласилась, да, это уже нужная мне ширина, и я на пол размера уменьшила размер спиц, дабы полотно было таким более плотным. Потому что что-то мне кажется, что полотно на спицах номер 4 было бы немного рыхловато. Не сильно, но немного. И вот я теперь вяжу заново, и совершенно не расстраиваюсь, да, я потратила целую неделю, и да, такое бывает, поэтому... Ну что, я поняла для себя что-то, я, кстати, там уже после того, как перешла к регланным линиям, что-то новое для себя попробовала. Пересчитывать чужое описание я не буду, потому что там специфические убавки в одном ряду... Ну, с одной стороны убавки идут, с другой, с другой не буду я этим заниматься, это неблагодарное дело. И вообще я поняла, что мне, конечно, более близки описания, в которых не расписано все порядно, а дан принцип, чтобы я дальше своей головой думала, вот видите, каков результат. Я решила положиться на кого-то, не думать, и во что это вылилось, нет. Этот вариант явно не для меня, я очень редко вяжу по описаниям, как правило, я до всего дохожу своей головой, и, видимо, видимо, такова моя судьба, но ничего. Что я еще хотела сказать? Завтра я вам, наверное, уже буду готова рассказать об интересной своей задумке в рамках проекта 90 дней до нового года. Я ее озвучу здесь, потому что нам с вами потребуется время для размышлений, для осмысливания того, что я предложу, но мне кажется, идея очень-очень классной, и думаю, что многие из моих подписчиков и в Инстаграме, и здесь на YouTube захотят поучаствовать в этой авантюре, в этой задумке. Так что увидимся завтра, и поговорим о чем-то очень-очень праздничном и интересном. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! Смотрите, какие на меня лучики солнца попадают. Не знаю, убегала от них, но никак. Так, что могу сказать на сегодняшний день? Я вчера очень продвинулась проектом. Видимо, нужно было начать его заново, чтобы вот столько провязать за один день, без всякого напряга. И вот эти вот дорожки мне понравились. Это не платочная вязка, это просто через ряд чередуются лицевые петли и изнаночные. И вот так вот сейчас выглядит джемпер. Я думаю, что все с ним будет на этот раз хорошо. И буду продолжать вязать, больше ни на что не отвлекаясь. Давайте теперь поговорим об адвент-календаре пряжном, о котором я упомянула ранее. Дело в том, что несколько недель назад я озадачилась вопросом, делают ли такие адвент-календари в России. И как выяснилось, это большая-большая редкость. Такой календарь делает одна девушка, которая красит пряжу, и он солд-аут был, как только предпродажа началась. Цена на него была такая немаленькая, в районе 100 долларов примерно. И мне это вообще не давало никак покоя. Я думала, ну почему же магазины пряжи нам не сделают такой календарь. Даже думала с кем-нибудь связаться, спросить, но как-то не решилась. И потом у меня, как гром среди ясного неба, стукнула, пришла в голову идея, почему бы не организовать этот адвент самим себе. Что же это будет и как это будет? В рамках совместного проекта «90 дней до нового года» я вам предлагаю и предложила участницам составить календарь на 10 дней. Мне кажется, это вполне реально. Что будет в календаре? В календаре будут в коробке лежать пронумерованные пакетики, конвертики, все, что вам угодно, с пряжей на проект. И это должна быть разная пряжа, весом 15-20 грамм, чтобы ее хватило на какой-то уютный, приятный зимний аксессуар. Например, на перчатки, полосочку, в жаккардном или как-то еще интарсии, потому что моточки будут все разного цвета. Либо митинки, либо варежки, либо шапка, либо маленький снуд. И в итоге в коробочке должно лежать 200 грамм пряжи. Ну и, конечно, можно его дополнить чем-то приятным и уютным. Ну, не знаю, какими-то вкусностями, шоколадкой или чем-то таким, открыточкой. Тем, что может порадовать другого человека. И участие может принять в этом каждый. Условия участия. Первое, что потребуется, собрать коробочку. В коробочке должно быть 10 пакетиков или любой другой упаковки пронумерованной, с пряжей. Преимущественно натурального состава и подходящие друг к другу по толщине. Я думаю, что не столь критично будет в одном пакетике 15, а в другом 25. Это раз. Во-вторых, я думаю, что одно повторение возможно, если вы предполагаете, что какая-то пряжа может послужить основной пряжевой изделией. Это два. Дальше, что нужно будет сделать? Нужно будет написать мне, если у вас нет инстаграма, то написать мне письмо. Мой имейл всегда есть в описании к этому видео. Пометка письма. Участвую в адвенте. И написать мне в письме все свои контактные данные, абсолютно все. Адрес, фамилия, имя, отчество. Можно написать телефон и всю-всю-всю свою информацию, для того, чтобы я смогла потом внести вас в таблицу. Если же у вас есть инстаграм, вы можете все то же самое сделать и написать еще его, либо написать мне просто сразу в директ в инстаграм. Настя, добрый день, я хочу порадовать кого-то своим адвент-календарем. Ну и далее, когда я соберу все данные. Собирать данные я буду, наверное, давайте поставим срок до, наверное, 10 ноября. Срок отправки посылок будет, наверное, не позднее 20 ноября. То есть до 20 ноября вам необходимо сформировать свой бокс, свою посылку. Я все данные вынесу в таблицу. И еще что самое важное, вам нужно будет указать, вне зависимости от того, в какой стране вы живете, готовы ли вы отправить свой бокс в другую страну. Это очень важно. Если вы не готовы, то данные будут разделены по странам и по таблицам. И я потом их случайным образом, пронумеровав каждого порядковым номером, буду талсовать данные. И после того, как я это сделаю, возможно, я буду это делать в прямом эфире, я сообщу, по какому адресу вы будете отправлять посылку. Все будет довольно анонимно, мне кажется, так интереснее. И если, например, будет какое-то количество людей, которые, например, живут в Украине и не готовы отправить в другую страну, то это будет отдельная таблица, и вы друг другу сможете их переслать. Я обязательно поучаствую тоже. Моя посылка проделает очень сложный путь. Сначала из Грузии в Россию, а потом уже к адресату, куда бы не пришлось ей последовать. И обязательно положу что-то в коробку такое, сделанное своими руками. Что? Я пока не знаю, но у меня есть какие-то задумки, чем бы я хотела порадовать кого-то из вас. Ну и повторюсь, что, конечно, не я. Я, наверное, буду знать, кому отправлю я, но, а так, просто по ссылке еще укажите человеку, если у вас есть Инстаграм, чтобы он смог вас поблагодарить, сказать вам спасибо. Вот такая вот задумка. Напишите в комментариях, как вам вообще эта идея. Но дело в том, что я очень хочу получить такой адвент-календарь, но купить его за границей не представляется у меня возможности. А возможность благодаря тому, чтобы получить какой-то раз подарок от другого человека. И задумайтесь на минуточку. Это прекрасный повод расхомячиться, потрясти свои запасы, вообще посмотреть, что там. Я уверена, уверена, что у каждого найдется 20 грамм какого-то красивого цвета, красивой пряжи, с которой вы не против поделиться с другим человеком. Так что я надеюсь, что я смогла донести до вас эту информацию. Вы поняли, что надо делать. В первую очередь, не пишем в комментариях мне адреса. Нет, пожалуйста, не надо, иначе я их потеряю и запутаюсь. Пишем либо в Директ в Инстаграм, либо пишем на имейл. И пишем в письме, тема письма, участвую в адвенте. Тогда я вас точно не потеряю. Я всем-всем-всем отвечу, скажу ваш порядковый номер и все. Вот, такие вот дела, такие новости. Думаю, что на этом мы завершим этот влог, на этой приятной ноте. Неделя была такая, довольно сложная для меня. И неудача постигла, но на самом деле я не расстроена. Значит, так и должно было быть. Берегите себя, берегите свое здоровье, следите за ним. Пейте витаминки, питайтесь правильно и заботьтесь о своих близких. И в том числе подготовьте их к зимнему сезону. Ну, давайте на этом будем прощаться. Спасибо большое, что провели это время со мной. Я надеюсь, этот влог получился уютным, несмотря на то, что я сидела всю неделю дома. Если не подписаны на канал, подписывайтесь. Всегда рада пообщаться с вами в комментариях. Ну и увидимся очень скоро. Я думаю, что в конце недели я выпущу еще одно видео, вдохновляющее какое-то болтологического характера в рамках совместного проекта 90 дней до нового года. Так что до встречи. Пока-пока.